Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и сегодня очередное видео от Академии Счастья. Поговорим сегодня об этике и морали, об отличии на самом деле, потому что моральные принципы, они во многом насаждаются обществом. То есть они говорят нам о том, что вот так вот жить правильно, потому что так жили раньше, жили наши предки, или потому что так принято, или потому что так нужно. Но зачастую здесь не объясняется, почему такие вот законы нравственности правильные, то есть в чем их разумность. Бывает такое, что даже очень сложно объяснить это, и зачастую даже они идут вразрез с тем, что правильно, а что нет. То есть идут вразрез с разумностью. И они навязываются нам, то есть они не принимаются человеком. Вот я, например, так знаю, потому что я это пережил на собственном опыте. Нет, тут морально навязывается нам и говорит, вот делайте так, потому что, например, так действовать правильно, там, не знаю, там, вступайте вместо старшим, или говорите всегда, там, приветствуйте людей, или могут быть совершенно странные какие-то вещи, да, то есть заходящие даже до предрассудков или забабонов. Многие из них имеют место быть, потому что раньше, да, они, возможно, были правильными, но сейчас уже другое время. И когда человек не живет в настоящем времени, то он не меняет свое представление и, соответственно, действует так, просто потому что его так научили родители в школе. Ведь, конечно же, есть те вещи, которые нельзя проверить на собственном опыте. Поэтому человек просто верит. А вера в данном случае, она не несет, как в старом значении снова, знания. Она несет просто понимание того, что вот так мне сказали и так нужно делать. Этичность, в отличие от этого, это совершенно другая вещь. То есть это то, что человек применяет на основе собственной разумности. То, что он, например, выделил в себе как набор правил, потому что он понимает, что эти правила ведут к большему выживанию. Конечно же, не только к выживанию его самого, но и к выживанию общества в целом. И примером этичности было бы то, что человек понял и познал сам. То есть он, например, прошел через какой-то случай и понял, например, что очень важно, например, там, ну не знаю, мыть свое тело, да, или заниматься зарядкой, или, например, делать то, что он считает верным данной ситуации. То есть, например, некоторые люди приняли решение, там, не употреблять мясо. То есть для них это этично. То есть они поняли, что это, например, там, загрязняет окружающую атмосферу и ведет к гибели животных. То есть это не потому, что там такие религиозные принципы, да, например, или потому что им кто-то так сказал, что нельзя делать. Это их выбор, вот. И такие люди, они это могут, ну, скажем так, делать, а могут не делать, но они это выбирают по своему собственному выбору. Просто потому, что они считают, что это этично. Или там, этично, например, не бросать бумажки или там упаковку, да, на, просто на тротуар, да, этично их, допустим, выбросить в специальный контейнер, да, чтобы они были для переработки. То есть множество есть вещей, которые важно осознать и понимать, почему это. Многие люди не знают, например, почему там этично то или иное действие. И для них нужна определенная разъяснительная работа. На самом деле этика – это выживание в самом таком полном смысле этого слова. То есть выживание в каком плане? Чтобы человек мог достигать наиболее, наилучших результатов, да, то есть чтобы он мог действовать осознанно. И у него было, ну, скажем так, в его жизни все здорово, и здорово все в жизни его близких и так далее. Вот о чем я говорю. То есть это очень важный момент. И когда человек так действует, он понимает, что его жизнь улучшается, что он может достигать большего, лучших результатов и, соответственно, достигать тех вещей, которые он раньше просто не мог достичь. Получается, человек, он в основе своей хороший, то есть он этичен, и попадая в неэтичное окружение, он становится таким же, да. То есть вы могли заметить, что когда человек попадает в какую-то, ну, атмосферу такую, которая неэтичная, да, атмосфера какой-то преступности, воров или убийц, он сам постепенно становится неэтичным человеком. То есть ему довольно сложно выстоять в этой атмосфере только единицам, это получается на самом деле. Поэтому очень важно поддерживать собственную разумность, собственную этичность. И своим примером показывать, что так правильно. Вот это единственный вариант. А если что-то не получается, то посмотреть, что же влияет на это. То есть какие, например, предосудки, какие там прошлые суждения, да, возможно, что-то было навязано. И прочистить это, как раз в этом и помогает процессинг, который помогает прочистить вот эти прошлые заряды и предрассудки у братьев, и сделать так, чтобы состояние человека улучшилось, и он мог действовать осознанно и этично. Вот я этот процессинг провожу, и поэтому кому необходима помощь, кому необходима бесплатная консультация, то вы можете обратиться ко мне в Viber, и все мои контакты будут указаны под этим видео. Конечно, я желаю вам осознанности, этичности. И если видео вам понравилось, то поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал и поделитесь этим видео со своими друзьями. Желаю вам счастья и до скорой встречи в следующем видео.